Почувствовать себя волшебником в преддверии Нового года может каждый житель Ненецкого округа. Ёлка желаний вновь зажигает благотворительные огни. 15 ноября в Ненецком округе стартует эта акция. Каждый из нас может подарить радость детям, особо нуждающимся в ней. Продолжит Любовь Пермякова. Ребятам уже переданы в семьи, которым хотим помочь, переданы письма, бланки, на которых они уже пишут письмо Деду Морозу. И таких писем на сегодняшний день получено уже 33. Директор комплексного центра социального обслуживания и по совместительству руководитель регионального отделения Красного Креста показывает нам образец послания Дедушке Морозу. Яркий и красивый дизайн разрабатывали сами сотрудники. Очень старались, ведь акция «Ёлка желаний» помогает детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Охват детей, которым будет оказана помощь, это прежде всего дети, находящиеся на лечении в больницах. И дети, находящиеся, понимаем, да, то есть это малообеспеченные семьи, в социально опасном положении, когда родители, не все, а не каждая семья может приобрести и подарить вот это чудо новогоднее, да, там, своему ребенку. В прошлом году в результате традиционной благотворительной акции «Ёлка желаний» исполнились новогодние мечты более 60 детей. Первыми подарки получили 26 маленьких пациентов окружной больницы. По традиции, в последнюю неделю уходящего года специалисты отделения социальной помощи семье и детям, они же волонтеры Красного Креста в костюмах Деда Мороза и Снегурочки, посещают семьи, вручая самые разнообразные презенты от конфет до планшетов. Кстати, «Ёлки желаний» загораются по всей стране. Это уже стало доброй традицией. В Кремле украшают письма с желаниями детей из регионов. Главы субъектов снимают с новогоднего дерева несколько посланий. В 2019 году так исполнилась мечта 11-летней жительницы Наринмара Полины Калининской. У нее было желание новогоднее посмотреть Красную площадь, ну и вообще Москву все. И мечта Полины сбылась. Целую неделю девочка вместе с мамой и младшим братом провела в столице. Программа была очень насыщенной. В Киевгург ходили. Одного дня нам было мало, мы и второй день ходили. Вчера. Потому что это детские профессии, там дети все испробовали. Очень, конечно, все понравилось. Все на высшем уровне. В этом году Полина вновь, как и сотни ребятишек по всему округу, будет писать письма Дедушке Морозу. Кстати, нам удалось выяснить, о чем мечтают дети региона в этом году. Кто-то хочет увидеть в заветной мешочке фломастера, развивающие игры, много конфет, вертолеты на пульте управления и многое другое. Если вы хотите почувствовать себя волшебником и осуществить чью-то мечту, сотрудники Красного Креста этому только рады. Принимается как спонсорская, так и гуманитарная помощь. Объявлен сбор канцелярских принадлежностей, сладостей и игрушек. Елка желаний продлится до конца декабря. Сбор подарков проходит по адресу Наринмар, улица Рабочая, дом 17А, кабинет номер 3. Более детальную информацию можно уточнить по телефону 40271 или 42180. Любовь Пермякова, Антон Водряков, Телеканал «Север».